МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда-то обзывали ржавыми скрепами, глумились над этим, смеялись. А сейчас оказалось, что общество потребителей, настолько общество потребителей, что каждый сам за себя, каждый хочет спастись индивидуально, причем безответственность такая, что и спасаться не хотят. Вот женщина из Буковины прилетела из Европы, где работала, не знаю кем, не буду врать, поехала по селам по родне, там выпила, там выпила, там посидела, покутила, вернулась домой и оказалось, что три села заразила одна милая европейская женщина, воспользовавшаяся безвизом. И вот сейчас она плачет, кричит в эфире, ребята, не сжигайте меня, мою семью и мою хату, хочу жить, не виноватая я. Алексей Валерьевич, приветствую. Что происходит? Почему люди настолько безответственны оказались перед этими вызовами? Ну, дело в том, что, Сергей, понимаешь, так за последнее время воспитала Европа Украину. Ну, это и есть те ценности, о которых говорили все, что закончатся эти ценности очень плохо для Украины. Но украинцы шутили с этим. Нас это не коснется, моя хата с краю, нам надо идти в Европу, нам НАТО поможет, Европа поможет. Ну, а чем она, по большому счету, помогла, Сергей? И развратом, хаосом, беззаконием, бандитизмом, фашизмом, нацизмом и глумлением над нашими героями Великой Отечественной войны. Вот это все, оно объединилось. И все это назвать можно «оскотенение народа». И это правда. К сожалению, это факт. Мы привыкли в Фейсбуках лазить, мы привыкли в других социальных сетей. Но народ же как? Он же до конца не дочитывает, что грамотные люди пишут. Он дочитывает фейки, кусочки, обрывки. Потом любит радоваться селфами и так далее. Вот это все тоже сказалось. Потом, ну, у нас есть телевизор. Который, кстати, на сегодняшний день должен вроде кто разъяснять правду. Рассказывать, что в мире происходит. Как оно есть. А Украина, что-то ж не касается. Вышли все эти на подиум европейские гавнометы. Фейкометы. И начинают забивать народ. Вот они и дозабивались народом. Вызвали самосуды. Вызвали суициды. И вызвали фактически распад серого вещества в мозгах. Ну, получите. Никто ж не думал, что завтра вдруг Европа, такая всеобъемлемая, вся такая хорошая, она выгонит украинцев. Оставит без работы. Никто ж не думал. Никто не думал, что Европа будет красть гуманитарную помощь. Никто не думал. А тут оно пришло. Двери закрылись. Ну, это ж наша беда. Но зато они с баблом в Европе. А Украина осталась с чем в руках? С дерьмом. Вот теперь это дерьмо и вылазит наружу. Самое страшное, что люди не понимают, что когда ты дверь закрываешь, все равно что-то прилетает. Вот как бы я это перефразировал, да? Потом люди не думают, что рядом живет сосед, в доме дети живут, общество есть. Люди стали сами по себе. Зачем им думать о соседе, о его здоровье? Меня что-то не коснется. Вот поэтому все, что люди имеют социальные сети и видят, как боролись в Китае с этим недугом. Видят, как в России все объясняют, пытаются все это сделать, наладить, чтобы все-таки людей меньше умерло. Но ведь рисковая группа – это дедушки и бабушки наши, которые нас воспитали. Так вот, молодежь стала в Украине эгоистичная. Эгоистичная даже к самому себе. Они не понимают, что эта болячка может еще мутировать и неизвестно, как поведет. Но при наличии того, что на сегодняшний день в Украине медицина разрушена, доктор смеет, она все сделала. Вместо того, чтобы ее выловить и посадить в тюрьму, она еще рассказывает, какую классную она реформу провела. Люди добрые, очнитесь. Вы что там курите? Потом, последний – это основной фактор, который ведет к тому, что такой разброд и шатание – это Верховный Совет. Совет – это самый главный коронавирус, это Верховный Совет. Вот задумайтесь над тем, что я говорю. Да, Сергей? Ну, я вот, ты говоришь это все, а я вспоминаю старый анекдот еще наших студенческих советских времен, когда три кота хвастаются, какие они ленивые. Один рассказывает, мне хозяйка вчера полную мисочку молочка налила, а я лежу, и мне даже лень подойти и попить. Второй говорит, а мне прямо под нос вот целую тарелку сосисок, сарделек наложило, а я лежу такой, и мне лень голову поднять и укусить эту сосиску. А третий говорит, слышали вчера вечером дикий кошачий вой виски? Да, слышали. Так вот, мне яйца дверью прищемило, а мне лень было даже отодвинуть и вылезти. То есть, вот ощущение такое, что люди наши сегодня, как вот этот третий кот стали, им пофигу на самих себя, им уже так прищемило, что они криком кричат. Но, тем не менее, вот Верховная Рада, ты о ней сказал правильно, собирается. Я сегодня слушаю Юлию Тимошенко в прямом эфире на согласительном совете. И она вместо того, чтобы кричать, ребят, у нас тут киртык, все послушали Зеленского, и все отовсюду возвращаться стали домой, нас скоро будет 65 миллионов, давайте что-то с людьми делать, она сидит и полчаса толдыщит про злочину Владу Зеленского, про то, что нельзя сейчас продавать там и не продавать, мы будем голосовать так, голосовать сяк. Слушай, зачем они вообще поднимают сейчас и выносят на сегодняшнюю сессию вопросы, не имеющие никакого отношения к событиям, происходящим в их стране? Сергей, ну, у них надо создать в голове помутнение, чтобы решить свое черное дело. Ну, на кону продажа земли. Никому не секрет, и они пытаются педалировать эту ситуацию. Но хотя Зеленский, он же четко популярно сказал, что мне надо продать землю, чтобы получить кредит МВР. Потом, надо сегодня решить вопрос с банком Коломойского, Приватбанк. Это те условия, которые выставил МВР. Ну, как, что вы хотите? Надо же как-то запудрить в мозги. Зачем думать про какой-то ржавый народ, который тупой? Они же к нему только так и обращаются. Народ тупой. Вы будете дохнуть. Ну, если люди заявляют в открытую, что коронавирусом заболеет 20 миллионов, а хотя бы не пытаются посчитать, сколько все-таки помрет людей от этого коронавируса, то о чем тут говорили? Если люди... Вы посмотрите, весь парламент входит в дорогущих масках германских. Они своего производства не одевают, да? Народ не снабдили масками. Не подумали, как провести на сегодняшний день реформу такую, банковскую, чтобы сегодня сектор реальный не пострадал. Они не думают об экономике. Они не думают о валютных запасах. Они не думают по восстановлению сегодня производств. Ну, просто, понимаешь, проходит самый настоящий геноцид. Вот это и есть выжженное поле, да? Потом, Сергей, а кто сегодня в парламенте говорит о войне? Ведь сегодня бюджеты те же самые оставили? Ведь сегодня новое военное оборудование на границе ЛДНР затаскивается? Сегодня продолжает реформироваться армия, да? И ты посмотри, обстрелы продолжаются с увеличением. Это о чем говорится? Что, наверное, в головах, в этих идиотах, если коронавирус им не поможет заработать, значит, наверное, мы возьмем этот спыль с объем войной. Но, правда, они по зубам получат. Они напрасно думают, что коронавирус их спасет, либо спишет все их недостатки в головах и спишет все то, что они своровали. Они уже никуда не уедут. Мир закрыл их. Вы что думаете, Порошенко улетит куда-то? Сейчас? Нет. Тимошенко куда-то улетит? Нет. Они доиграются, эти черти, в своем болоте. Что народ их весь вилами побьет. Но, мало того, идет самый страшный процесс. Ну, как бы я сформулировал именно его так. Что, вот знаете, ящер укусил животное. И вот начинает обгнивать мясо. А это животное еще живое. И куски с костей слетают. Вот эти куски вонючие становятся украинские части региона. Вот это самое страшное и опасное. Но, в продолжении этой всей ситуации происходит процесс развала самого государства. Они просто не понимают. Можно все, что хочешь навешать на того Зеленского. Я его называю в открытую придурок. И говорил всегда, что этот клоун 95-го квартала обманет народ. Вы не получите ни мира. Вы не получите ни денег. Вы не получите ничего. И вообще, вокруг вот этого МВФа, в Верховном Совете, у меня такое впечатление создается, что МВФ ищет кучу причин, чтобы не дать денег. Но эти дебилы проголосуют в Верховном Совете, отнимут землю, а мы ее просто так за копейки возьмем. Слушайте, украинцы, на фоне того, что происходит в международном сообществе и каждый сам по себе и международное сообщество меняется, притом ускоренными темпами, вам за эту землю и гроша не дадут. Зато индустрию до конца все убьют, производство все убьют, макроэкономические показатели, оставшиеся убьют, рынок средний убьют, а вы будете голодные и холодные ходить. Никому ж не секрет. Ну да, Верховный Совет заседает, парламент там какой-то, ой, Кабмин какой-то заседает. Сергей, на 70% увеличился экспорт зерна. Вы что там делаете? Вы обдолбились? И это страшно, что Одесский порт вывозит, Херсонский порт вывозит, порты отгружают не только зерно, но и другие культуры зерновые, которые приведут к голоду. Ведь насыщение народа идет все больше и больше, так как народ выезжает в страну. А, ребят, а что вам кушать? Ребят, у вас в закромах ничего нет. Мы не знаем, какая погода будет. Вы смотрите, как трясет земной шарик весь. Во всех смыслах этого слова. Вы смотрите, сколько людей уже сегодня голодает. В Испании люди голодают от того, что им нечего кушать. А эти идиоты зерно продают. Вопрос заключается. А кто же сам себе товарищ получается? Вот разберитесь, кто? Вы что творите? Да вы, ребята, если вы на сегодняшний день украинцы, националисты такие великие, то у меня задается вопрос, а что вы построили? А что вы сделали? Вы только все разрушили. Вот, Сергей, придет тот день, когда народ будет бежать, как крысы с тонущего корабля. Но этот вопрос нельзя проморгать. Потому что от того, как будут пересекать границу с разных щелей украинцы, особенно в Россию попрутся, в Белоруссию попрутся, это будет связано и ваша защита, и ваше здоровье. Потому что при том, что все фактически разложилось, это все скажется на нас. Вот это я говорю. Идет гуманитарная катастрофа. Потому что все факторы сбегаются. Я повторюсь, первое число не за горами. А уже сегодня хронический туберкулез начал вылазить наружу. Уже сегодня туберкулез поражает новых людей. И об этом Минздрав скрывает. Я знаю, в Николаеве увеличилось, в Херсоне увеличилось, в Кривом Роге увеличилось, в Днепропетровске увеличилось. Проблема с туберкулезом. И молчат. Ведь пострадают все. И я бью колокола потом. При этом фоне, который создает Украина с истерическими, паническими действиями, провоцируя людей через телевизор, они усугубляют ситуацию в объектах жизненно важных, без которых ни один город не выживет. Ни один город. И вы представьте себе. Ну вот, приведем пример. Вчера больница отказалась на западной Украине выйти, принимать коронавирусных людей. Но это ж, это западная Украина. Завтра будет центральная Украина. Послезавтра это будет южная Украина. Потом восточная Украина. И это связано с тем, что на сегодняшний день у медиков нету самых элементарных средств защиты. Они понимают, что они придут домой, они заразят своего ребенка, они заразят на сегодняшний день своего папу, маму, мужа. Факт-то есть уже, что ребенок за рубежом заболел коронавирусом и лежит в тяжелом состоянии. Люди-то боятся на сегодняшний день за свои семьи. Люди боятся и говорят, как выживать. Одним словом, это проклятие на Украину пришло. Пусть меня Бог простит, но это так и есть. Потому что 6 лет измываться, издеваться над Донбассом, уничтожать свой собственный народ, вот этим они хаосом получили обратку. Хотя я не злорадствую. Для меня как и то народ, так и это народ. Мы единый народ, мы братский народ. Это мое личное понимание, как надо относиться к человеку. Потому что я люблю эту жизнь, я люблю свое государство. А вот эти нелюбие, злобы, гаденыши под заборами, понимаешь, ради денег продали свою страну, опустили ее в ад кромешний. Вот это меня самое большее, Сергей добивает. Я не понимаю, как управляют сегодня люди, не любящие свою страну и свой народ. Вот. Это цинизм самый настоящий. И это страшно. Алексей Валерьевич, о цинизме и о страшном. Вот Владимир Зеленский с гордостью сообщил, что гуманитарный груз, вот эти маски, там полмиллиона пришло, по-моему, из Китая коммунистического, будут переданы в аптеку на продажу. То есть, подождите, это продажа гуманитарки, что было всегда в стране запрещено. Это один момент. И второй момент. Вице-премьер, наверное, фамилия, или министр по этим депортированным территориям по Донбассу, да, заявил о том, что мы отправим гуманитарные конвои на территорию Ордло, будем помогать, потому что там тоже наши граждане. Подожди, это что, они будут останавливать артиллерийские обстрелы, когда туда будут заходить гуманитарные конвои, или что, или как, где они возьмут то, что жителям Донбасса отвезут, если у них тут в стране не хватает ни хрена, от слова совсем, и они будут в аптеках продавать коммунистические китайские маски. Сергей, дело в том, что, понимаешь, как тебе сказать, цинизм-то в этом и заключается, что гуманитарная помощь уже давным-давно продается на Украине, и никому это не секрет. Понимаешь, ну, если в Украине управляют мародеры, что они хорошего принесут? Ведь это должен народ спросить, почему нам продают гуманитарную помощь. А народ молчит без молва, зато угрожает, как он будет сжигать народ-народ, грубо говоря. Но он же сегодня не сжигает почему-то кабинет министра в лице или администрацию президента. Он же сегодня не кричит, вернись там тот же самый Азаров либо Журавка. Мы понимаем, что вы правильно думаете. Он сидит и думает, меня не коснется, я хату закрою, ко мне эта беда не придет. Ну вот она пришла. Через какие там методы, допустим, что маска втридорого купилась им, там, допустим, другие медикаменты. Он же об этом не думает, что ему этих денег не хватит закупить на всю семью. Он же об этом не думает. Потом, по поводу ардло, как они называют, то это все заявление ради заявления. Никто не собирается никакую туда гуманитарную помощь везти. Это для того, чтобы показать, вы видите, мы же пытаемся что-то сделать с турблок. А у меня вопрос заключается. В Минске был согласительный совет. Почему вы до сих не подписали те договоренности, о которых вы говорили? Ну, это противоречие. Значит, у людей что-то в голове не в порядке. Одна сторона одно говорит, другая третья. Четвертое или второе говорит. То есть, это раздвоение. Потом говорим так. Ну, если вы сегодня говорите о коронавирусе, о страшной беде, ну, президент в состоянии подписать указ. Я запрещаю хоть один выстрел сделать. Я останавливаю войну в связи с проблемой такой-то, такой-то. Он же наоборот считает, что гатят, ну, и гатят. Но у нас-то проблем никаких нет. Ну, вот она проблема явилась. Только понимаешь, ведь пушки имеют свойство разворачиваться в обратную сторону. И сегодня по тому состоянию, как происходит в Украине, я тебе могу сказать, что спаситель может быть для Украины Донбасс. Потому что порядка больше. Потому что основополагающих канонов больше конституционных, которые есть свои, там, они же имеют свой законодательный орган, они же имеют своего лидера и так далее. Ну, и будем говорить так, люди прожили шесть лет под канонадами, под горем, под гнетом, и они сегодня, смотрю, как начинают выполнять карантинные меры, прислушиваются к тому, что так люди пережившие, переживающие ад сегодня, а в Украине что творится? Слушайте, вот это и есть, когда конституции нет, закона нет, и нету, будем говорить, права на насилие, ну, что вы хотите, Аваков бандит, что он хорошего принесет, что вы хотите сказать, президент 95 квартал, шутка ха-ха-ха, вот она, шутка прибыла, сколько, почти 2 миллиона приехало назад, да, потом, давай возьмем так, министры, все от САХИ, даже в одном слове хе-хе-хе пишут 100 ошибок, грубо говоря, ну, все это видно на поверхности, вот, люди сами виноваты в этом, мне вот говорят, почему ты винишь людей, я не хочу всех винить людей, потому что многих загнали силы, многих посадили, и так далее, но те хоть боролись, а вся остальная масса, вот, недавно ты смотрел дедушка правду-матку сказал, прям снял ролик и сказал, вы откуда ущербные взялись, бандерштаты, вы что творите, мои здесь предки похоронены, мои здесь деды, вам принесли свободу, вашу галочину построили, вы что творите, вот так же же самое здесь, ведь народ сам сегодня виноват, что сегодня уничтожают страну, понимаешь, я еще раз повторюсь тебе, Сергей, я до конца не верю, что это будем говорить, естественная болячка, пришла к нам коронавирус, но от нее надо предохраняться, оберегать себя, я знаю и понимаю, что этот коронавирус, он был искусственно изготовлен, не все так гладко получается, я просмотрел внимательно все большие пандемии, которые происходили в истории, и с чумой, и с другими страшными болезнями, и так далее, но они немножко не так происходят, не так развиваются, и не так характер их идет, а здесь люди добрые, остановитесь, вот я сижу уже пятый, шестой день, но я без рук, без ног, но я понимаю, что я не зараженный, не больной, но есть чувство и инстинкт самосохранения, а второе это понимание, что рядом с тобой живут люди, не надо их подвергать опасность, надо сегодня убереться, вот чего я советую Украине, да и всем другим, надо сегодня подумать о своем младенце, надо подумать о мамочке беременной, надо подумать о том ребенке, который еще не родился, и надо подумать о наших дедушек, бабушек, ведь они нам жизнь дали, ведь они нам мир принесли, ведь их предки памятники построили, ведь их предки нас освободили от немецкого фашистского оккупанта, так что обозначает, что мы не в состоянии бороться с этим коронавирусом, или пересидеть эти 14, или сколько там 20-25 дней, сколько надо, не в состоянии это сделать, так тогда возьмите сразу петлю на голову, повешайтесь, для чего тогда жить, если вы убиваете рядом сидящего, но это моя позиция, я за нее борюсь, так вот, Сергей, продолжение хочу тебе сказать, в Украине, протоксальное свойство, 15 тысяч умений, вы продолжаете уже и ту сторону убивать, что ж вы делаете, да, Алексей Валерьевич, время подошло к концу, к сожалению, к огромному, но вот, ты понимаешь, в чем беда, мы тут с тобой сидим и рассуждаем об Украине, об адекватных гражданах этой страны, которых много, но вот, когда в тренде, когда в лидерах общественного мнения, та же Ульяна Супрун или Дмитро Корчинский, который цитирует продюсера фильма «Наши котики», Ульяна Супрун, фильм, в котором горит Кремль, просто нельзя не посмотреть, ты понимаешь, у них уже в заднице негр Дупло вот такое пробил, трахает их, а они смотрят, как там соседку кто-то может быть поцелует, а потом может что-нибудь нехорошее с соседкой будет. Я, может, скажу тебе кощунские вещи, но, наверное, народ должен выловить это все отребие сам, выловить, не проводить суицид, а привязать к столбу нафиг, и сказать заберите этих идиотов в последние оставшиеся дурдомы, и чтоб они там пожизненно жили. Они, вот это и мразь, которая выступает, она и разжигает ненависть. Да вы должны молиться, чтоб вас сосед выжил, да вам руку помощи подал, потому что вы сегодня стали самой изолированной страной. По факту и де-факту. Вот так, если взять все вместе. Ведь Украина стала самой изолированной страной. Ты посмотри, Россия не так стала самой изолированной страной. Белоруссия не так стала самой изолированной страной. А ты посмотри, что Украина происходит. Да еще к этому фактору эти дебилы сегодня плескают в ладошки, да, смотрят там на Россию, типа, чтоб они там повыздыхали. Да ты Корчинский дебил. Если вот там как Чернобыль рванет или рванет Николаевская АЭС или другая АЭС, куда ты денешься, скотина? Ты посмотри, все нацики, как последние крысы поубиали, халаты даже белые нашли, маски нашли и ходят зибуют. Ты народ в опасности, а эти идиоты еще издеваются. Да их всех в каталажку надо посадить. Всех до единого. Этих монстроподобных животных. Ну, остается пошутить грустно по поводу того, что пора из болезни коронавирус признать достоянием Майдана, как вот было у Порошенко армия Мова Вира. Пусть Зеленский на зеленые знамена поднимает коронавирус и скажет Ц досягнана Майдана с добылой украинцей. У кого есть коронавирус, тот настоящий патриот. У кого нету, тот вата и путинская посыпака. Ну, что-то такое. Это уже такая совсем грустная шутка. Понимаю, может, неуместная. Валерич, заканчиваю эфир. Спасибо тебе огромное. Надеюсь, что через несколько дней мы выйдем снова в эфир и побеседуем. Наверняка Верховная Рада чего-то все-таки напринимает вдруг и одумается. Хотя, я, честно говоря, сомневаюсь. Скорее всего, кредит МВФ и земля. Я тебе так хочу сказать. Ни о чем она не одумается, потому что стадо баранов там. А президент тем более не додумается, потому что он не понимает, куда он идет, что он делает и как с этим бороться. Это факт. А второе на сегодняшний день, ну, правильно сегодня президенту надо, наверное, нагнуть шапку и сказать Владимир Владимирович, прости, надо спасать народ. Никогда он не скажет. Все, Валерич, заканчиваем. Спасибо тебе большое. До встречи. Береги себя. Будь здоров. Пока. Итак, дорогие друзья, это был Алексей Журавков в программе «На самом деле». Ненадолго вас покинем, скоро вернемся и продолжим. До встречи.